Демократическая партия не нашла альтернативы? Сие мне не ведомо. Там же свои подводные течения, там деньги, там спонсоры, там какие-то большие дяди, которые в тени. Это такой процесс. Ясно одно, обмельчал класс лидеров во всех странах. Но нет такой мощной, знаете, когорты, которая была даже в 80-х, в 90-х годах. Ну нет, как-то оно все нивелируется, к сожалению. Кстати, вот о сравнениях Байдена с Рейганом. После речи Байдена на праздновании 80-летия высадки союзных войск в Нормандии его речь сравнивали как раз с речью Рейгана, которая произнесена была в этом же месте в 1984 году. Скажите, пожалуйста, что или кто мешает, по вашему мнению, Байдену стать Рейганом? Я думаю, прежде всего возраст. Прежде всего возраст. Нельзя в таком возрасте занимать такие посты. Ну нельзя. Природу не обманешь. Я вспоминаю, я же Брежнева застал, слушайте, и рассвет, и поздний закат Брежнева. Ну это же был ужас, когда человек еле говорил, еле ходил, шамкал. Казалось, что вот-вот он умрет у всего Советского Союза и мира всего на глазах просто. Уже и под руки держали, и падал, и все что угодно. А Ельцина мы что, не видели? Ну нельзя, ну нельзя доводить до этого. Сегодня новость, которая там... Извините, Лена. И на их фоне это падло Путин в свои 72 почти. Хорошо двигается, отлично говорит, держит удар. Мне неприятно об этом говорить, но я правду говорю. Солдатский юмор Казармины при нем. Долго ведет переговоры. Ночью перелетает, переезжает. По холоду и по жаре. То есть чувак подготовленный и благодаря каким-то генетическим качествам и хорошей медицине он дает форы в физическом плане остальным. И это плохо. Для нас плохо. Еще в 22-23 году это объясняли чем? Тем наличием большого количества двойников у Путина. Сейчас эта тема сошла на нет. Лена, я и тогда говорил, и сейчас повторю. Я не верю ни в каких двойников Путина. Это абсурд. Это он, Владимир Владимирович Путин. Это он. Да элементарно. Я вам скажу, почему я еще не верю. Кроме того, что видно, что это он. И так продублировать невозможно. Слушайте, ну представьте, вы Путин. И вы знаете, что у вас... Даже представлять не хочу. Тем не менее, представьте, всегда надо становиться на... Внутрь входить и друзей, и врагов. Представьте, вы Путин. И вы понимаете, что у вас есть двойник, а может и не один. Знаете, какая мысль первая появляется? А вдруг мои друзья меня тут грохнут? И править будет мой двойник. И никто и не заметит. Да никогда не допустил бы Путин наличие двойника. Это абсурд. А что же дало повод разгуляться так вот этой теории профессора Соловья? Вы же помните, сколько было публикаций, кстати, и в западных СМИ. Повод дал профессор Соловей, который запустил эту тему про двойников, а потом запустил тему, что Путин в холодильнике. У нас, кстати, сегодня на YouTube-канале Дмитрий Гордон вышло интервью с профессором Соловьем, которое взял наш Александр Демченко. И профессор Соловей Валерий Дмитриевич опять утверждает, Путин лежит в холодильнике, уже чуть ли не завонялся там, раскладывается потихоньку. Ну, слушайте, я ему несколько раз говорил, Соловьем, я в это не верю. На мой взгляд, это туфта. Он продолжает это говорить. Ну, у нас же демократия, мы слушаем все, что говорят. Я не верю в то, что Путин в холодильнике. Я верю, что Путин нормально себя чухает, находится в хорошем расположении духа. Да, испытывает большие проблемы в связи с развязанной им полномасштабной агрессией, но тем не менее, относительно своего возраста, очень даже, к сожалению, здоров. Кстати, это же говорил в июле 22-го года, если мне не изменяет память, глава ЦРУ Дорнс, когда ему задавали вопрос по поводу здоровья Путина, он сказал, что, к сожалению, он здоров даже больше, чем нам бы того хотелось. Вот как-то приблизительно так звучала его фраза, но тогда, видите, версия профессора Соловья медийно победила. Слова главного разведчика Соединенных Штатов. Голова профессора Уэля. Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия. Добрый день, друзья, не а другие. Да, Дмитрий Гордон, он признан иностранным агентом, по всей видимости, потому что у него есть дорогая недвижимость в России, потому что иначе непонятно, с чего он иностранный агент, если он не является гражданином. Но у него есть с видом на Кремль апартаменты, впрочем, не об этом песням. Я просто считаю, что он враг, он, вообще говоря, маршал информационной войны, а не просто какой-то там боец или полковник. За полковника, кстати, Алексей Арестович у себя выдавал, признанный тоже экстремистом там или террористом, неважно, песня не о нём. А Дмитрия Гордона иногда, я считаю, очень полезно послушать, чтобы понять, на каких струнах играют наши неприятели, на чём они делают акцент и что они несут. А это всё-таки будет окончание или заморозка? Вот тут хочу у вас уточнить, окончание или заморозка? И вот эти вот уступки, чем они чреваты, ну, процессами внутри нашего общества? Потому что у нас есть мирный план Зеленского. Вы его пункты знаете. Насколько я знаю, вы согласны с каждым из этих пунктов. Пока да, пока жив Путин, ни о каком окончании войны речи быть не может. Потому что эта обезьяна, у которой в руке зажата граната, не имеет хода назад. Если Украина сейчас вышибает русских со своей территории полностью и выходит на границы 1991 года, ну, у Путина выбор какой? Или стреляться, или в петлю, или его просто убьют свои же. Потому что он такое натворил и в результате ничего не поимел. Поэтому, насколько мне говорят наши западные коллеги, они хотят сделать так, чтобы Путин мог что-то сказать своему народу. Вот он, чтобы он мог сказать, мы победили и мы заканчиваем. И вот почему мы победили. То есть теоретически, как мне говорят, вот даже Михаил Касьянов, я с ним разговаривал, бывший премьер-министр России, четыре года он был премьером при Путине. С 2000 по 2004 год. Вот Михаил Касьянов мне сказал, что Путин может своему обдолбанному народу выдать за победу все, что угодно. То есть даже уйдя со всей территории России, он теоретически может им объяснить, что Россия победила. И они будут довольны. Но я думаю, что Путин захочет кое-что. И боюсь, что ему придется это давать. Боюсь. Значит, для меня победа, вообще надо договориться о том, что такое победа Украины. Я все чаще слышу от украинских официальных лиц, что для Украины победа – это сохранение государства Украина, сохранение выхода к морю, сохранение жизни наших солдат. Ну, территории можно какие-то потерять, потом отвоюем. Логика есть в этом? Да, есть. Приемлю ли я эту логику? Нет. Для меня победа состоит из четырех пунктов. Выход на границы 1991 года, покаяния России, денацификация и демилитаризация России, а желательно распад России, и репарации. Мне могут сказать, ты говоришь, ну давай, иди выбей их с территории Украины, которую они уже захватили. Красиво говоришь. Я это принимаю. Я это принимаю. И я склоняюсь к тому, что так как Запад нам дает оружие, выбить их практически невозможно. Но я оптимист. Надеюсь на чудо. В любом случае, я еще раз скажу, я уверен, что в этом году война, давайте скажем, активная фаза войны, будет закончена. Это может и означать заморозку войны. Может быть, да. Может быть. Вот относительно заморозки, чем это чревато для обстановки внутри страны? Это очень плохо для Украины. Я объясню почему. Значит, представьте себе, Путин, отхватив какие-то территории, а если заморозка, то обязательно ему отдадут территории, чтобы вы не сомневались даже. Отхватив какие-то территории, он отползет, скажет американцам, так, снимайте санкции, это будет часть договора. То есть они снимут санкции, он начнет опять богатеть, Россия начнет богатеть на нефти, на газе, на полезных ископаемых. Россия опять дадут технологии, высокие технологии, и Россия начнет опять готовиться к войне. Она не может не готовиться к новой войне. Потому что цель Путина одна, захват всей Украины. И никто не скажет мне, и не убедит меня в том, что Путин наестся Крымом, или наестся Донбассом, и скажет все, до свидания, товарищи. Нет. Он хочет Киев, Черновцы, Чернигов, Ровно, он хочет все, Одессу, Харьков, Николаев, он все хочет. Поэтому заморозка, Путин идет готовиться к войне, снимаются санкции, это ужасно. Что происходит у нас? У нас начинается ожесточенная политическая борьба, которая пускает страну в разнос сразу, потому что мы же не можем просто цивилизованно политической борьбой заниматься. Начнется опять эти долбанные партии, эти президентские, парламентские выборы, начнут люди с автоматами, с гранатами, с пулеметами приходить на заседание партии, начнут наших героев растаскивать по партиям. Все впереди. К сожалению, сейчас мне скажут, ну ты мрачный сценарий, ну я ж, давайте договоримся сразу, или мы врем друг другу, или говорим правду, я предпочитаю говорить правду, я вижу это так. Могу я ошибиться? Да, могу. Но я, к сожалению, хорошо знаю нашу политическую кухню, и, чтобы вы не сомневались, Путин будет вкладывать миллиарды сюда, чтобы Украина пошла в разнос. Миллиарды будет вкладывать. А пятая колонна наша, русская колонна пятая, у нас жива, спящих агентов, они ждут момента. Поэтому заморозка мне не нравится. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Дмитрий Ильич, также не могу не спросить о новости 1 июля, новости о вас. Суд в Москве заочно вас приговорил к 14 годам лишения свободы. Говорят, призвали вы к террору, призвали убить Путина и Лукашенко. Откуда вы узнали о таком приговоре? Ваша первая реакция? Ну и, собственно говоря, кто вас поздравил с таким приговором, первый, из вашего ближайшего окружения? Вы знаете, поздравили меня такие люди, что я не хочу даже произносить их фамилии вслух. Это руководители Украины, военное руководство и прочее руководство. Первые лица, все поздравили меня практически с этим. И, ну, это приятно. По-человечески это приятно. Вы знаете, откуда я узнал, мне прислали подписчики в Инстаграм, в личку сообщения ТАСС, российского телеграфного агентства, о том, что в Москве прошел суд, и, значит, как он называется, военный, окружной военный суд, западный, северо-западный, разберешь. Вот. И мне дали 14 лет. Я, естественно, знал о том, что он будет. Просил прокурор 14 лет. Значит, 5 лет в тюрьме просил и 9 лет в колонии общего поселения. Суд смягчился. Дали 3 года тюрьмы и 11 лет колонии общего поселения. Итого 14 лет. Значит, что я хочу сказать. И это на фоне того, что сегодня пасечнику, наши судьи, наш суд, пасечнику, лидеру этой вонючей ЛНР, так называемый, предателю Украины, который раньше в СБУ служил, дали 12 лет. То есть, пасечнику 12 наши дают, а мне те чучундры дали 14. Ну, ладно, это такое дело. Значит, я воспринимаю это как большую награду. На самом деле, я продолжаю оставаться человеком, единственным человеком в Украине, который за все 33 почти года независимости, такого человека больше нет. Это я не хвастаюсь, я констатирую факт, если что. Который бы получил такой комплекс вот, заходив от фашистской России. Значит, меня признали, я в реестре нахожусь, террористов и экстремистов, вхожу в этот реестр, меня признали иноагентом. Басманный суд Москвы заочно меня арестовал. Окружной военный суд Москвы дал мне 14 лет заочно. Дважды, дважды, не один раз, а два раза, я объявлен в международный розыск. Все ли я сказал, да, по четырем статьям, вроде все сказал. Но такого комплекта нет ни у кого больше в стране. Вот, поэтому горжусь, ли я этим? Конечно, горжусь. Я понимаю, что я сделал русским больно и продолжаю им делать больно и буду им делать больно дальше, потому что эта сволота пришла на мою землю для того, чтобы убивать украинцев и разрушать наши города. Прощения этому нет и не будет никогда. Поэтому я на правильном пути получил высокую оценку от врага. Это почетно и приятно. Вы как-то реагируете на это? Вот, что говорят ваши адвокаты и в целом, имея такой набор, ведь это же и вопросы безопасности также сейчас в вашей... Вопросам безопасности последние годы уделяется огромное значение. Я не маленький, я все понимаю. Это первое. Второе. Судиться в России... Я не сумасшедший. Я с ума сошел судиться в России, нанимать адвоката в России. Нет, это даже в голову мне не приходило. Третье. Еще в 22-м году я подал в Европейский суд по правам человека иск на государство России. Это беспрецедентный факт, когда я сужусь с государством России, причем сужусь в приоритетном порядке. Мой иск рассматривают. И я практически уверен, что я выиграю суду России, результатом которого станут определенные действия. Ну, вот какие действия я предпринял. Дмитрий Ильич, благодарю вас за интерес. Предпринял, наверное. Сейчас скажут. Так он еще и не грамотный вдобавок сейчас скажут. Не-не, грамотный, но иногда зависает. Вот сейчас завис. Предпринял или предпринял? Предпринял, конечно. Все, грамотно. Дмитрий Ильич, благодарю за интересную беседу, за то, что нашли время и возможное своими мыслями с нашими зрителями поделиться. Всегда вас рады видеть на канале сейчас. И я надеюсь, до скорых встреч. Лена, спасибо нашим зрителям. Хорошей, тихой ночи и скорейшей победы Украины. Наших зрителей традиционно закликаю, если еще не подписаны на социальные мережи Дмитра Гордона, на нашу эту платформу, сделайте это обязательно. Ну и ждем на ваши вподобайки, комментарии и поширения этого видео. Ехай нахуй, ехай нахуй, ехай нахуй, навсегда. Ехай нахуй, ехай нахуй, ехай нахуй, навсегда. Субтитры сделал DimaTorzok